Владимир Фёдорович Адуевский. Произведение из цикла «Русские ночи». Бал. Гаудиум магнум нунтио вобис. Великую радость возвещаю вам. Обыкновенная формула, которую в Риме объявляется об избрании папы. Глава первая. Знамена, обрызганные кровью и мозгом. На иных отпечатались кровавые руки. Как? Зачем? Из-за чего была свалка? Знают немногие. И то про себя. Но что нужды? Победа! Победа! Во всём городе радость! Сигнал подан. Праздник за праздником. Никто не хочет отстать от других. Тридцать тысяч вон из строя. Шутка ли? Всё веселится, поёт и пляшет. Бал разгорался час от часу сильнее. Тонкий чад волновался над бесчисленными тускнеющими свечами. Сквозь него трепетали штофные занавесы, мраморные вазы, золотые кисти, барельефы, колонны, картины. От обнажённой груди красавец поднимался знойный воздух. И часто, когда пары, будто бы вырвавшиеся из рук чародея, в быстром кружении промелькали перед глазами, вас, как в безводных степях Аравии, обдавал горячий удушающий ветер. Час от часу скорее развивались душистые локоны. Смятая дымка небрежнее свёртывалась на распалённые плечи. Быстрее бился пульс, чаще встречались руки, близились вспыхивающие лица. Томнее делались взоры, слышнее смех и шёпот. Старики поднимались с мест своих, расправляли бессильные члены. И в полупотухших, остолбенелых глазах мешалась горькая зависть с горьким воспоминанием прошедшего. И всё вертелось, прыгало, бесновалось в сладо-страстном безумии. На небольшом возвышении с визгом скользили смычки по натянутым струнам. Трепетал могильный голос Валторм, и однообразные звуки Литавр отзывались насмешливым хохотом. Седой капельмейстер с улыбкой на лице, вне себя от восторга, беспрестанно учащал размер и взором, телодвижениями возбуждал утомлённых музыкантов. — Не правда ли? — говорил он мне отрывисто, не оставляя смычка. — Не правда ли? Я говорил, что бал будет на славу, и сдержал своё слово. Всё дело в музыке. Я её нарочно так и составил, чтобы она с места поднимала. Не давало бы задуматься. Так приказано. В сочинениях славных музыкантов есть странные места. Я славно подобрал их. В этом всё дело. Вот, слышите? Это вопль Донны Анны, когда Дон Жуанна смехается над нею. Вот стон умирающего командора. Вот минута, когда Отелло начинает верить своей ревности. Вот последняя молитва Дездемоны. Ещё долго капельмейстер исчислял мне все человеческие страдания, получившие голос в произведениях славных музыкантов. Но я не слушал его более. Я заметил в музыке что-то обворожительно ужасное. Я заметил, что к каждому звуку присоединялся другой звук, более пронзительный, от которого холод пробегал по жилам, и волосы дыбом становились на голове. Прислушиваюсь, то как будто крик страждущего младенца, или буйный вопль юноши, или виск матери над окровавленным сыном, или трепещущие стинания старца, и все голоса различных терзаний человеческих явились мне разложенными по ступеням одной бесконечной гаммы, продолжавшейся от первого вопля новорождённого до последней мысли умирающего Байрона. Каждый звук вырывался из раздражённого нерва, и каждый напев был судорожным движением. Этот страшный оркестр тёмным облаком висел над танцующими. При каждом ударе оркестра вырывались из облака и громкая речь негодования, и прерывающийся лепет побеждённого болью, и глухой говор отчаяния, и резкая скорбь жениха, разлучённого с невестою, и раскаяние измены, и крик разъярённой торжествующей черни, и насмешка неверия, и бесплодное рыдание гения, и таинственная печаль лицемера, и плач, и взрыд, и хохот, и всё сливалось в неистовые созвучия, которые громко выговаривали проклятие, природе и ропот на провидение. При каждом ударе оркестра выставлялись из него то посинелое лицо измождённого пыткою, то смеющиеся глаза сумасшедшего, то трясущиеся колено убийцы, то спёкшиеся уста убитого. Из тёмного облака капали на паркет кровавые капли и слёзы. По ним скользели атласные башмаки красавиц, и всё по-прежнему вертелось, прыгало, бесновалось в сладострастно-холодном безумии. Свечи нагорели и меркнут в удушливом паре. Если сквозь колеблющийся туман смотреться в толпу, то иногда кажется, что пляшут не люди. В быстром движении с них слетает одежда, волосы, тело, а пляшут скелеты, постукивая друг о друга костями, а над ними под ту же музыку тянет свереница других скелетов, изломанных, обезображенных. Но в зале ничего этого не замечают. Всё пляшет и беснуется, как ни в чём не бывало. Глава вторая Долго за рассвет длился бал. Долго, поднятые с постели житейскими заботами, останавливались смотреть на мелькающие тени в светлых окошках. Закружённый, усталый, истерзанный его мучительным весельем, я выскочил на улицу из душных комнат и впивал с себя свежий воздух. Утренний благовест терялся в глуми разъезжающихся экипажей. Предо мною были растворённые двери храма. Я вошёл. В церкви пусто. Одна свеча горела пред иконою, и тихий голос священника раздавался под сводами. Он произносил заветные слова любви, веры, надежды. Он возвещал таинство искупления. Он говорил о том, кто соединил в себе все страдания человека. Он говорил о высоком созерцании божества, о мире душевном, о милосердии к ближнему, о братском соединении человечества, о забвении обид, о прощении врагам, о тщите замыслов богопротивных, о бесперерывном совершенствовании души человека, о смирении пред судьбами Всевышнего. Он молился об убиенных и убийцах. Он молился об оглашенных, о предстоящих. Я бросился к притвору храма, хотел удержать беснующихся страдальцев, сорвать с сладострастного ложа их помертвелое сердце, разбудить его от холодного сна, огненную гармонией любви и веры. Но уже было поздно. Все проехали мимо церкви, и никто не слыхал слов.